Здравствуйте, это телеканал ОСА, я журналист Дмитрий Полушин. Сегодня мы в гостях у главного врача, краевого онкологического диспансера Андрея Арсеньевича Модестова. Здравствуйте, Андрей Арсеньевич. Добрый день. Сегодня мы поговорим о здоровье жителей Ащинска. В городе напряженная ситуация, прежде всего она связана с разговорами, с убеждениями людей. О том, в какой они живут атмосфере, какое у них здоровье, как экология влияет на их здоровье. Существует много опасений, много в том числе и мифов. Многие жители Ащинска говорят, что у нас через раз люди болеют. У нас практически в каждой семье есть больной. Кто-то из знакомых, кто-то из близких умер от рака. Практически каждый 50-й житель Ащинска стоит на учете в онкодиспансере. Вот об этом говорят люди. Вот лично к вам стекается какая-то информация о том, конкретно по Ащинску, насколько ситуация с заболеванием, онкологическими заболеваниями, остро стоит в Ащинске и Вачинском районе. По данным канцер-регистра, это федеральный инструмент учета злокачественных новообразований, заболеваемость в Ачинске и Вачинском районе находится чуть выше среднекраевого уровня. В Красноярском крае в прошлом году это было 441 случаи на 100 тысяч населения, по городу Ачинску и Ачинскому району порядка 511 случаев на 100 тысяч населения. Но если сравнить это с другими территориями Красноярского края, то Ачинцы находятся в середине примерно списка по уровню заболеваемости. Вот, например, в Сибирском федеральном округе у нас 6 территорий выше Красноярского края, как раз где-то 540-560 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость она растет с каждым годом и в Ачинском районе, также растет как и в крае Красноярском и в России. И это связано не столько с, например, какой-то напряженностью ситуации, но прежде всего с тем, что идет активная работа по выявлению. И вот работа по активному выявлению, это подтверждают данные выявления на ранних стадиях, первая и вторая стадия в том же Ачинске и Ачинском районе, это 50, порядка 1% по итогам прошлого года. Вот среднекраевой показатель 51,7%. Ну, это примерно так же, как в Российской Федерации. Но главный фактор риска злокачественного образования – это возраст. Чем старше становится человек, тем больше факторов риска для того, что у этого человека возникнут злокачественные новообразования. И, учитывая, что в Красноярском крае идет постарение населения, мы стали жить дольше. Доля лиц пожилого и старческого возраста растет. В связи с этим и прогнозируемо ожидать и дальнейший рост заболеваемости от злокачественных новообразований. Здесь важно как раз не бояться этого, а важно выявлять на ранних стадиях. Вот я вам приведу пример Японии. Япония – это страна с самой высокой продолжительностью жизни в мире. В России 82 года живут мужчины и 88 лет женщины. Так вот, уровень смертности, например, в Японии выше, чем в России в полтора раза. Дело в том, что злокачественные новообразования, они там в высоком тоже сегменте выявляются. Но на ранних стадиях лечатся люди, наблюдаются. Но приходит время, они от чего-то умирают. И вот эти причины попадают в статистический учет. Но вот у нас в крае 2,1% всех пациентов от всего населения состоит на учете в онкологическом диспансере. Если брать по Ачинску-Ачинскому району, 2% населения среди Ачинцев тоже состоит на учете в нашем онкологическом диспансере. То есть цифры сопоставимы. Мне кажется, что здесь просто, может быть, как вы говорите, такие разговоры идут. Но ситуация больше она политическая, чем реальная на самом деле. Дело в том, что главная причина развития злокачественных новообразований, формирования канцерогенеза и появления первых пациентов, которые выявляются, это табакокурение. И об этом как бы свидетельствует косвенно, что у нас многие взрослые курят, длительно курят структуру заболеваемости. Первое место в Ачинске, в Ачинском районе злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого, как и в Красноярском крае, и как и, в принципе, во многих развитых странах мира, даже в той же Японии. За счет того, что много курильщиков. Мой совет ко всем Ачинцам, как врача, как человека, который тоже когда-то курил, но осмыслил и бросил курить, бросить курить. Тогда риск возникновения злокачественного новообразования снизится в разы. Андрей Алексеевич, если человек курит, то он, как говорится, сам себе этой сигаретой роет могилу. Но для жителей Ачинска актуально то, что они подходят к окну, и часто сам воздух, он как дым. Он имеет часто едкий запах, если житель живет рядом с завода пропантов. Люди видят практически пыль, которая оседает и на автомобилях, и на подоконниках от цементного завода. Вот Ачинского геноземного комбината. Они видят пыль, которая стоит столбом во время бурь от шламовой горы. Естественно, у них возникает вопрос. Я не курю, но я дышу вот этим воздухом. Что мне делать? И главное, не ведет ли это к последствиям в виде легочных заболеваний, рака легких? Как я уже сказал, что главная причина рака трахеи бронхов легких – это табакокурение. А то, что касается воздействия экологического фактора, по данным Института гигиены имени Сысина в Москве, влияние экологического фактора на развитие злокачественного образования составляет 0,9% от влияния других всех факторов. Безусловно, в загрязненных городах влияние этого компонента выше, чем в чистых экологических городах. Но что Вы скажете, например, на то, что в Кавказских республиках, где чистый воздух, где люди живут в горах, тоже нередко, и по статистике, рак трахеи бронхов и легкого занимает первое место. Это говорит еще раз о том, что главный фактор риска – это не воздух, окружающий именно табакокурение. Дело в том, что что такое раковое заболевание? Это глубокая поломка уже генетических, на генетическом уровне генов. Для того, чтобы добраться так глубоко до нашей клеточной системы и сломать ген, нужно очень серьезно постараться какими-то генетическими предрасположенностями, передающимися по наследству, либо, допустим, интенсивным влиянием факторов образа жизни. И с возрастом иммунная система... Почему в старших возрастных группах заболевают люди раком? Потому что с возрастом иммунная система, которая борется постоянно против факторов окружающей среды, либо против неправильной внутренней среды, которую сам человек формирует в своем организме, истощается, изнашивается. И здесь вероятность поломок генетических и поломка иммунной системы более высока. Поэтому, безусловно, влияние имеется, но оно минимально. Как я уже говорил, я могу сказать, что второе место, например, уже доказано в развитии слогачечных новообразований, имеет низкая двигательная активность. Когда человек мало двигается, когда человек ведет малоподвижный образ жизни, то те продукты жизнедеятельности у него накапливаются, не выводятся, и клетки закисляются, и здесь как раз формируется та кислая среда, которая может повлиять и на генетический аппарат со временем. Поэтому нужно больше двигаться. Болезни вообще любые, они ненавидят движущиеся цели. Нужно помнить о том, какие факторы питания еще, значит, факторы питания, влияющие на развитие заболеваний. Это, например, избыточное потребление соли, избыточное потребление сахара, употребление в продукцию консервированной продукции. И вот здесь, например, если мы посмотрим структуру заболеваемости именно Ачинско-Ачинского района, она несколько отличается от структуры заболеваемости Красноярского края жителей. Чем же? Тем, что по первым двум причинам она совпадает. Первое место – это заболеваемость от рака, от рахеи, бронхов и легкого. На втором месте – это злокачественное образование молочной железы. А вот на третьем месте в крае – это заболевание кожи. А вот в Ачинске, в Ачинском районе, на третьем месте – злокачественное образование желудка. То есть вот желудок – это тот орган, который когда-то в СССР был на первом месте по заболеваемости. Потому что было мало свежих овощей и фруктов круглый год. Мы употребляли много консервированной продукции. Сейчас рак желудка ушел на пятое, шестое место. А вот у вас в Ачинске на третьем месте. Поэтому здесь, наверное, как одна из причин – это посмотреть, что люди употребляют в пищу, как они питаются. Как раз этот год, 2017-й, мы, онкологи, объявили в Красноярском крае годом борьбы против рака желудка. Андрей Александрович, если я вас правильно понимаю, то организм у человека, у здорового, молодого человека, он достаточно совершенный организм и самоочищается. Абсолютно верно. Но иногда, когда нагрузка возрастает, когда очищение уже идет со сбоями, возникает и генетический сбой, который ведет к воспалительным процессам, в том числе и к онкологическому характеру. Накопительный эффект никуда не деть, если человек и курит, и плохо питается, еще и дышит грязным воздухом. И этот генетический сбой, он же может проявиться в последующих поколениях. Если родители всю жизнь прожили в грязной территории, плохо питались, грязно дышали, то каковы шансы, что дети будут здоровыми от этих родителей? Безусловно, генетическая предрасположенность к развитию злокачественных новообразований, она есть. Порядка до 8-10% всех злокачественных новообразований, поэтому, если, например, в семье человек болеет или болел злокачественным новообразованием, мама, папа, бабушка, дедушка, нужно обязательно зафиксировать тот возраст, который у них был в момент установки их диагноза, и примерно где-то лет за 5-10 уже проходить обследование, особенно вот этих органов и систем, для того, чтобы предупредить или выявить на ранней стадии возможное возникновение злокачественного новообразования. Конечно, мы, как граждане, должны учитывать весь компонент, совокупный компонент причин возникновения злокачественного новообразования, поэтому наш совет, конечно, всем совет, не только жителям города Ачинска, это и очищать свой фильтр, это легкие, это один из наших основных фильтров по потреблению газообразных веществ из окружающего возраста, да, и через этот же фильтр выделяются те продукты распада клеток, которые к нам поступают. Как-то слышал мне, что даже кашель, он очищает легкие, но это же не значит, что надо нам болеть или искусственно кашлять. Как легкие очистить? Вот они накапливают, как фильтр, и там все отседает. Куличку никак ведь не очистишь свои легкие. А как человеку, который дышит, пылью очистить? Вот есть какой-то рецепт? Чаще бывать на свежем воздухе, много двигаться, употреблять большое количество воды, потому что вода, она выводит многие компоненты, которые через легкие поступают в организм и разносятся по органам и тканям. Важно, чтобы кровь не была вязкая. У человека объем крови, он несколько ниже, чем его потребность. И за счет скелетной мускулатуры, за счет движения, человек питает достаточно интенсивно с кровью все органы системы. А кровь что? Она разносит кислород, потребляемый из окружающей среды. И поэтому и важно очень двигаться, чтобы не застаивалась кровь, не была вязкой и чтобы не было кислой среды в клетках. Поэтому важно все наши рекомендации выполнять. Андрей Семеневич, одна из самых серьезных тревог у жителей Ачинска, которые работают на вредном производстве, либо их близкие работают, тысячи людей, то, что они ходят и гробят свою жизнь, то, что они в итоге, чуть им станет за 40, за 50, или они уже станут пенсионерами, они окажутся вашими пациентами. Есть ли у вас какая-то статистика, утешительная или неутешительная, что люди, работая на вредном производстве Ачинска, будь то цементный завод, геноземный комбинат, или как сейчас у нас появился завод пропантов, больше остальных подверженному риску заболеть онкологическим заболеванием? Сколько человек с вредного производства к вам попадает сюда ежегодно? Такой статистики у нас нет. Сами программы учета не позволяют давать такие данные. У нас идет накопление данных по регионам, по стадиям заболевания, по локализациям заболевания, возраст, пол. Но вот в плане отслеживания предприятий этим занимается Роспотребнадзор. И у них есть специальный отдел гигиены вредного производства, который может отслеживать такую ситуацию. И здесь, может быть, они фиксируют статистику профзаболеваний, которые учитываются у нас на уровне Центра профпатологии Края. Наверное, необходимо к ним обратиться для того, чтобы вот эту информацию получить. Но мне как-то года три назад удалось побывать на такой, ну, случайно я побывал на такой комиссии по разбору профпатологий в Крае. Могу сказать, что за год профзаболеваний было порядка где-то 50 по Краю. В основном это вот северная территория Норильска, ну и ряд других предприятий. Возможно, там, может быть, и были эти предприятия, которые вы назвали. Я сейчас не помню. Андрей Арсеньевич, если жители Красноярска еще относительно спокойны, относительно своего здоровья, случилось, что здесь высоко профессиональная медицина, здесь серьезные медицинские комплексы, будь то современный кардиоцентр или онкоцентр, в который сейчас вкладываются большие деньги, специалисты, ученые, врачи, то в небольших городах, таких как Ачинск, люди заболеть боятся. Они понимают, что и компетенция врачей, естественно, на периферии не такая высокая. Они понимают, что и могут поставить неправильный диагноз. Они боятся, что в случае чего они и попасть-то не смогут. А если их и направят, скажем, в Красноярск, то будет гигантская очередь. Вот мне рассказывали историю, когда женщина из Ачинска приехала в краевой онкоцентр и говорит, заберите меня, я просто с вашего колеца не уйду, потому что в Ачинске мне не могут оказать помощь, мне не могут поставить диагноз. И ее приняли. Вот до чего иногда доводят простых людей. На ваш взгляд, какую вы оценку можете дать медицине диагностической в Ачинске? Насколько высока актуальность того, чтобы люди приезжали сразу к вам и проводили здесь диагностику, и лечение получили своевременно? Мы являемся специализированным учреждением краевым третьего уровня. И представьте такую ситуацию, что если со всех районов края все жители, которые могли бы получать помощь там и в диагностике, и в лечении, будут приезжать сюда на диагностику и на лечение, то никаких мощностей нашего диспансера не хватит. Будут, знаете, многодневные, многочасовые очереди на все виды диагностики и лечения, и мы превратимся в первичное звено. На той компетенции, которую развивает медицинский университет, много оборудования было поставлено в рамках программы модернизации в районы края, и диагностического в том числе, и в город Ачинск в том числе, на той врачебной компетенции, чтобы они и диагностировали, и подозревали те же злокачественные образования, вовремя к нам направляли пациентов, и для того, чтобы мы либо поставили диагноз, подтвердили, либо его опровергли в случае сложных каких-то вот диагнозов, формирования. Поэтому мы, вот смотрите, мы 495 коек в диспансер, а вообще в край 650 онкологических коек, то есть еще порядка 155 коек находятся в межрайонных центрах. Ачинск это является межрайонным центром, западным. То есть он собирает районы своего куста. Там есть 22 онкологические койки, где проводятся и хирургические операции, и химиотерапевтические курсы. Пациенты в праве выбора остаться и лечиться на этих койках, либо приехать к нам. Здесь мы не отказываем, не препятствуем. Но это уже вопросы маршрутизации непосредственно в межрайонном центре Ачинске с нами. Конечно, нужно наращивать компетенции, расширять диапазон помощи, в том числе онкологическим больным. И мы как методический центр над этим тоже с Ачинском работаем и с руководителем, и с главным врачом. Вот в прошлом году мы проводили большой семинар. Наша выездная бригада была у вас в центральной районной больнице. И там проводили мы семинар с медицинскими работниками разных уровней. И врачами, и фельдшерами, и медицинскими сестрами. Именно по раннему выявлению злокачественных образований. И такую работу мы проводим постоянно системно. Спасибо. Это программа интервью на телеканале ОСА. Я журналист Дмитрий Полушин. Я благодарю за интервью главного врача, краевого онкодиспансера Андрея Мадресла. Всего вам доброго. Всем крепкого здоровья. До свидания. 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 До свидания.